Косончики вон стоят. Для того, чтобы расплавился кирпич, необходима температура 1500 и более градусов. Ребята, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Ну что, у нас сегодня новый выпуск. Погода, как видите, снежная. Мороз стоит, поэтому маленько не до копа. Приехали с генералом на один из фортов в Калининграде. Форт 11, Денхов называется. Он самый ухоженный, скажем так, благоустроенный. Так что будет небольшая экскурсия сегодня. Оставайтесь с нами, посмотрите. Кто еще не подписался, подписывайтесь, будет интересно. Форт был построен в 1877-1881 годах. И капитулировал во Вторую мировую войну практически без сопротивления. Поэтому и сохранился очень хорошо. Вот мы ждем, когда касса откроется. Билет стоит 300 рублей. Сейчас с 15 января работает форт с 10.30 для посещений до 17.30. Ну все, два билета у нас на руках. Двигаемся вперед. Всего в Калининграде было 15 фортов. Из них 12 основных и 3 малых. Здесь неподалеку находится 12 форт. Но там сейчас воинская часть, насколько я знаю, располагается. Ну а мы заходим. Схема. Так культурненько все, да? И вот получается вокруг форта, как обычно, рвы были заполненные водой. Здесь сейчас лед стоит. Потому что зима пришла в Калининград. Вот такие ворота встречают нас. При желании можно приодеться. Кителя, шинели. Сразу находки, лента пулеметная, стекляшки. Вкладыш от газбака. Ложки, очки. Я не профессор, друзья, конечно. Красиво рассказывать не умею. Поэтому будем показывать в основном. А с профессором у нас скоро выйдет выпуск про подземелье Кёнигсберга. Так что следите. Будет интересно. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну что, первый коридор, где были казармы. Обратите внимание, стены белые. Сначала может показаться, что это промерзли они. На самом деле это не что иное, как соль. Которая выделяется ввиду специфического состава кирпича. Мы практически в соляной пещере. В этом же коридоре находился туалет. Канализации, естественно, никакой не было. Были выгребные ямы. И буквально через стенку от туалета находился лазарет. С четырьмя кроватями. Было сделано это неспроста. Чтобы солдаты не филонили. Не уклонялись от службы. По состоянию здоровья. Потому что запахи из туалета те еще доносились. И чтобы лишнее время они там не желали задержаться. Все было вот так продумано. Кстати, что касается освещения. То в штольнях форта можно встретить вот такие вот отверстия. Также там стояла линза, через которую проходил дневной свет. И вот справа и слева такие узенькие темные коридоры. Запомните их, ребят. Сейчас мы в один из них пройдем. Шахты тут есть. Ага. Вот тут такие дверцы. И вот здесь перед нами склад, где порох дохранился получается. Так как помещение более чем взрывоопасное, то масляные лампы, которые давали свет, заходили и ставили через этот коридор. Запомните вот этот склад. Мы зайдем с другой стороны и посмотрим его. Вот это помещение с другой стороны. Здесь вот была перегородка, где арка. Свет. Да. Вот это вот опять световая шахта. Обратите внимание на кирпич. На кирпич, который расплавился. Для того, чтобы расплавился кирпич, необходима температура 1500 и более градусов. То есть была здесь внештатная ситуация. Был пожар. Горел в тот самый порох. И вот те самые окошечки, через которые поступал свет от масляных ламп. Вот мы были с той стороны, как вы помните. Здесь что-то типа музея. А вот схема расположения всех фортификационных сооружений вокруг замка королевского Кёнигсберг. От данного форта, насколько я знаю, на расстоянии в 7,5 километров находится. Вот получается вот здесь. Ford 11. Жернала. Вдомобил са. Вдомобил са. обратите внимание толщина стен ну и кладка кирпичная тоже своеобразная на территории восточной пруссии было очень много заводов по производству кирпича и здесь вот представлены образцы некоторых из них вангиндух 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 вот такого плана трубы на полях попадаются часто вангиндух крючок устройство показано это тоже помещение которое было складом то что мы видим здесь последствия пожара который был уже в двадцатом веке в 1960 году военные уничтожали здесь же по месту боеприпасы со времен великой отечественной войны и конкретно здесь горел напалм и да вот здесь мы можем видеть лестницу которая вела на второй этаж и при том самом пожаре она оплавилась и все вот это вот скатилась сюда. Вот они ваши любимые касочки. Как говорят, взрыва никакого при пожаре не произошло, был просто сильнейший пожар. Королевский замок, можно видеть. Вот еще один такой же пороховой склад, здесь уже арка, как вы видите, сохранилась при входе, стоит запах мазута, потому что в военные годы это помещение было переделано, что-то связанное, что-то типа бойлерное. было здесь, вот тут похоже стояла емкость какая-то, в которой был мазут, запах такой капитальный. Да, кстати говоря, Ленфильм проводил здесь съемки фильма в прошлом году, даже кое-какие декорации остались. Так, ну вот колесо, которое на копе часто встречается у нас. Генерал любит такие копать очень. Долго и мучительно. Долго и мучительно. Так, ну вот что касается ворот, то каждая створка весит две с половиной тонны. Смотрите, там миллиметраж какой, как все выверено. Мощнейшая, да, конструкция. Вот та самая декорация после съемок фильма, которая, кстати говоря, деревянная. Сделана под металл. Кинематографисты оставили здесь ее. Ну а что, она вписывается в принципе в интерьер, но тем не менее это бутафория современная. Здесь мы можем видеть каретку, с помощью которой подавались снаряды наверх. Это вот стопоры двухсторонние. Вот корзина сама, куда ставились боеприпасы. И получается с одной стороны каретка поднималась, а сверху опускалась. Тем самым происходила замена боеприпасов и выгрузка. Высота 12 метров, если я не ошибаюсь. До верха, да? Да. Дальше у нас пошла винтовая лестница. Так, здесь скульптуры. Ящики, картотека видимо какая-то была. Всего боевой состав форта составлял 300 человек. Причем отбор был достаточно жесткий. Были там параметры веса, роста и даже размер ноги не более 44-го был. Потому что ступеньки имели определенную длину. Всего их 36. Кстати говоря, солдат, который служил здесь, мог быть только правшой. Это тоже интересный момент, скажем так. Потому что поднимаясь по винтовым лестницам, оборачиваясь, он находился под прикрытием стены левой стороной. При этом он был боеспособен, оружие находилось в правой руке у него. Мы поднялись по нашим любимым 36 ступеням наверх. Здесь располагалась такая скамеечка, причем в оригинале она была под наклоном. Для того, чтобы солдаты не спали на ней. То есть расслабиться она не позволяла. Два человека сидело здесь. И один находился вот здесь. Там у нас находится бронекупол. С двумя узкими прорезями. Человек сидел, смотрел за ситуацией. Если что, сейчас я попробую туда подняться. Показать более подробнее, как оно выглядит. Если что, он сообщал вот этим двум дозорным. И они уже прибегали к данному устройству, которое было запатентовано компанией Siemens. От него уходил трос вниз, на котором был колокольчик. И все это спускалось вниз. Таким образом подавалась тревога. И Ford приходил в режим тревоги и боевой готовности. Сейчас я поднимусь в бронекупол. Ну вот я поднялся наверх по лесенке. Здесь сиденья вращающиеся во все стороны. Вот те самые прорези. Вот отсюда видно местность. Проход достаточно низкий и узкий. Опа. Тут же генерал чаевничает. Тут самая вторая. Да, это вот каретка. Получается та часть внизу, это здесь вверху. Ну что, а здесь у нас выход на улицу. Здесь еще одни ворота. Небольшие, но очень массивные. О, снег прекратился. Посмотрите сугробы какие у нас. Здесь мы можем видеть вот эти три платформы, уходящие вдаль. На них самые крупные орудия находились. Да, вот отсюда мы можем видеть, кстати говоря. Вот вдали. Высокое здание. Это ныне дом советов. Как раз который был построен на территории королевского замка. То есть расстояние семь с половиной километров. Вот до того серого здания. Ну да, вот на всех этих платформах получается. Получается раз, два, три, четыре, пять. Они по кругу идут. Еще каких-то пять лет назад, друзья, форт был закрыт. Принадлежал Министерству обороны. А сейчас вот есть такая прекрасная возможность посетить экскурсию, которая входит в стоимость билета. Всем приезжим и местным, кто еще не был, очень рекомендую. Смотрите, какой кролик. Красавчик. Так, мы пришли дальше. И здесь мы можем видеть лифт, по которому поднимались самые крупные боеприпасы, снаряды. Он, получается, на высоте 12 метров находится. Здесь вот такой крюк. Складывался три раза. А вот та самая лестница, которая оплавилась, где горел напалм. Сейчас мы с другой ее стороны находимся. Еще один подъем на наблюдательный пункт. Металл. Да, металл. Смотри, это металл получается. Так, вот мы на промежуточном этаже ниже того самого лифта для крупных боеприпасов. Обратите внимание на накладку. Смотрите, как подобран кирпич. И пошла винтовая лестница вниз. Та самая соль. Так, вот уже шахта этого лифта. Вид с первого этажа. Перед нами вход в форт. Тоже складское помещение какое-то, видимо. Здесь мы можем видеть остатки еще проводки старой. Свинцовая оплетка, да? Да. Еще одни ворота, но меньше. Механизм по своей конструкции тот же самый. Поехали. Поехали. Свинцовая оплата. Поехали. Поехали. Фрагмент дренажа Можем наблюдать Фрагмент дренажа 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 Фрагмент дренаж 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 Продолжение следует...